Всем привет, с вами канал Maximobile, обзор смартфона Lenovo S90 стоимостью 5000 гривен в среднем. Начинаем с его распаковки. Коробка открывается таким вот образом, сразу встречает нас устройство. Его мы пока отложим в сторону, о него посмотрим чуть позже. Вот тут у нас такая платформа внутри инструкции от устройства на разных языках мира. Снизу прикреплена скрепочка для того, чтобы открыть слоток с микросим-картами. Основное в комплектации это USB кабель, такой вот для подключения к компьютеру и зарядке. Наушники, затычки с микрофоном, то есть для прослушивания музыки и разговоров подойдут. А также адаптер питания на 1 Ампер. Да, на 1 Ампер. Это вся комплектация, достаточно неплохо, все красиво запаковано. В общем, выглядит неплохо. Теперь перейдем к самому устройству. Вот оно. Внешне очень похоже на iPhone 6. Сделано из цельного алюминиевого корпуса. С такими вот пластиковыми вставками. Совсем как в iPhone 6. Снизу, ну, сверху немножко не такая вставка. Только вот верхняя его грань сделана из пластика. Тут сразу располагается и порт для... 3,5 джек для наушников, а также дополнительный микрофон. На заднике логотип компании Lenovo. Основная 13-мегапиксельная камера, а также LED-спышка. Снизу у нас порт для microUSB зарядки разговорный. Этот основной динамик и микрофон. Также тут два болта для того, чтобы устройство вскрыть, если нужно что-то там заменить или его отремонтировать. На левой грани устройства находится слот для microSIM-карточек. Их тут две, обе microSIM. На правой кнопки включения-выключения устройства, а также кнопки регулировки громкости. Спереди у нас большой 5-дюймовый дисплей. Под дисплеем три сенсорные кнопки для управления. Сверху разговорный динамик. Передняя LED-спышка. Вот, тут такая вот фишка есть. А также фронтальная камера 8 мегапикселей. Фронталка тут тоже очень сильная. В принципе, задняя камера тоже неплохая. На снимке посмотрим чуть позже в обзоре. По габаритам устройство 100-100-145 мм в высоту, 71 мм в ширину, 6,9 мм в толщину. Устройство достаточно тонкое. Вот в руке лежит неплохо. Вес устройства составляет 129 граммов. Разблокируем телефон. Операционная система Android 5.0.2. Сейчас мы в этом убедимся. Вот о телефоне. Нет, не то. Тоже не то. Вот информация об устройстве. Версия Android 5.0.2. Модель Lenovo S90A. В общем, и некоторые технические характеристики. Экран Super AMOLED 5 дюймов. Разрешение HD. 1280 на 720 точек. Достаточно хороший. С отличными углами обзора. Не происходит никакой инверсии. Цвета не выцветают. Вообще, AMOLED дисплей. Яркие, такие кислотные, насыщенные цвета. Работает в меню все замечательно. Фирменная прошивка от Lenovo, где нет выхода в отдельное меню. То есть, все установленные программы на этом устройстве сразу находятся на рабочих столах. Теперь откроем браузер. Посмотрим, как устройство работает в интернете. Сайт Lenovo.com. Клавиатура обычная, андроидовская. Удобная. Писать текст нормально. По крайней мере, я не промахиваюсь по кнопкам. Запустился сайт Lenovo. Немножко подлагивает. Ну, в общем, в целом, неплохо. По зумингу можно было чуть лучше. На предыдущем устройстве, которое я тестил, это был Samsung Galaxy Grand Prime. Там зумингом было лучше. Там он был очень резким. Тут нужно делать много движений, чтобы приблизить нужные нам элементы, а потом, чтобы отдалить в исходное положение. Ну, а так, в целом, все неплохо. Достаточно много было открыто программ, но, думаю, это никак не сказалось на его работе, потому что тут достаточно много оперативной памяти. Об этом сейчас и поговорим. Откроем синтетический тест Geekbench 3. Запустим его. Пока он запускается, расскажу о технических характеристиках этого устройства. Процессор Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, работающий на частоте 1,2 ГГц, 4-ядерный. Процессор работает на 64-битной архитектуре, плюс видеоускоритель Adreno 306. Оперативная память в этом устройстве 2 ГБ. Встроенная память 32. Это достаточно неплохо. У меня получилось поставить одновременно очень много игрушек. GTA San Andreas, Dungeon Hunter. В общем, тяжелые игрушки, которые все работают. Все замечательно. Камера здесь основная 13 Мп, фронтальная 8 Мп и аккумулятор 2300 мАч. Аккумулятор не очень емкий. Один день в активном использовании. То есть, с утра и до вечера. И на ночь вы будете его уже ставить на зарядку, если используете более-менее активно. То есть, музыка, звонки, интернет. Какую-то там игру поиграть в метро или там маршрутки в автобусе. То есть, это один день. Если вы используете устройство экономно, то есть, для звонков, изредка что-то сфотографировать. В общем, экономное использование, то 2 дня он вам продержится. Что, остаток теста я пропущу и вы увидите уже сам результат. Вот, закончился тест Geekbench 3. 391 баллов в анайдерном тесте, 1494 баллов в мультиядерном тесте. Достаточно неплохие результаты. Высокие. Вот. Теперь давайте запустим какую-то тяжелую игрушку. Asphalt 8. Antutu Benchmark, к сожалению, не запускается. У них вышло обновление и этот тест еще не оптимизирован под многие устройства. Не на всех запускается. И, к сожалению, Lenovo S90 один из таких устройств, на которых Antutu не запускается еще пока. Поэтому сразу перейдем к тяжелым игрушкам. Asphalt 8. На канале уже есть видео о том, как я запускаю другие тяжелые игры, типа Dungeon Hunter, GTA San Andreas, Real Racing, Dead Trigger. Сейчас на экране появятся ссылки, а также эти ссылки будут в описании. И вы сможете перейти, если вам интересно. Запускаем игру. Здесь установлен максимальный уровень эффектов, доступный для этого устройства. Так вот. Переходим. Запускаем игру. Устройство, конечно, очень приятное на ощупь. Тонкое, легкое. Выглядит очень неплохо. Вот. Ждем пока прогрузится. Достаточно быстро загрузилась игра. Только хотел сказать. Немножко глюк в начале. Да, видимо, что немножко в начале глючит. В тесте игр такого не было. Ну, это, думаю, единоразово. Вот. Максимальный уровень эффектов. Все работает при таком уровне эффектов и при средней графике. Тут средняя графика. На уровень графики в целом мы влиять не можем. Только на уровень эффектов. В общем, при соотношении средняя графика и максимальный уровень эффектов, игра работает замечательно на этом устройстве. Хорошо оптимизировано. Проблем никаких нет. То есть, если Real Racing, если вы посмотрите тест игр, Real Racing работает на самых минимальных настройках графики, но при этом плавно. Вот. Здесь никаких проблем. Абсолютно комфортно. Так что, можем переходить к следующей. Теперь следующий тест. Тест камеры. Я покажу снимки, которые я сделал на основную камеру этого устройства. Выведу их на экран, а вы сможете оценить их качество. Музыка. 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 Продолжение следует... Подписывайтесь на канал Maxim Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...